Здравствуйте, друзья! С вами Яна Кунавина и программа «Чтоб я так жил». У меня на руках собака породы Афенпинчер. Довольно редкая для нашей страны порода, о которой знают совсем немногие. А у нас сегодня есть возможность познакомиться с ними. Еще в 15 веке они охраняли частные дома, амбары от нашествия грызунов. Они обладают бесстрашным характером, они еще выполняли охранную функцию в этом доме. Их поголовье уменьшилось после Второй мировой войны. Они были, ну, как бродячие собачки. Но оставалась группа людей, которые все-таки решили восстановить поголовье этих маленьких собачек. У нас в городе на сегодняшний момент живет три Афенпинчера. На весь Пермский край, в общем. В близняках у нас есть еще... Ну, четыре Афена на весь Пермский край. На самом деле, это штучные, получается, собаки у нас. Чемпионат мира, который был в 2017 году, там была 51 собака. Это со всего мира? Да. Сева, когда был щенком, объехал все близлежащие области. На всех выставках мы его показали и заявили как минимум о том, что Афенпинчеры есть, и они близко. Но их очень часто путают с грифонами. Череп. У вас прям профиль. Да, у нас профиль. Вот этим мы и отличаемся от грифонов. У Афенов есть стоп. У грифонов нос брахиоцефальная порода, он у них находится промеж глаз. Чем отличаются Афенпинчеры от других пород пинчеров? Все пинчеры – это гладкошерстные собаки. А это собака с определенной шерстью. Пинчер – это характер. Этим они от пинчеров ничем не отличаются. То есть это очень подвижные, это очень энергичные собаки. Они очень упрямые, очень любопытные. Это собаки с рабочими качествами. Они выставляются в сравнении с теми же пинчерами, с цверкпинчерами, с русскими черными терьерами, с ротвейлерами. Когда вы увидели первый раз Афенов? У меня сестра хотела завести для себя собачку. Ну и я стала просматривать фотографии собак. И когда я увидела фотографию Афена, я сначала подумала, боже, что это вообще? Похожи на домовят, на чертят. И потом я поймала себя на мысли, что мне стало интересно, что это за порода собаки такая. Я специально ездила в Санкт-Петербург на монопородную выставку этих собак, для того, чтобы посмотреть на них вживую. Дорогое удовольствие завести себя Афенпинчером? Хорошая собака. От 100 тысяч рублей стоит. Но если действительно вы увидите эту собаку, если вы разглядите в ней вот этого маленького чертенка, вот это вот очарование, то деньги, я думаю, что отходят уже на второй план. Если вам скучно жить, если вам нечем заняться, если у вас часто бывают какие-нибудь там приступы плохого настроения, заведите себя Афенпинчером. Ваше свободное время будет занято всегда. Собака, ну, она не даст вам скучать. Они очень умные собаки. С ними нужно договариваться. Для меня каждый выход в ринг – это что-то новое. Потому что перед рингом мы можем вести себя очень активно, быть в хорошем настроении. Но, выйдя в ринг, мы вдруг передумаем. Любой представитель породы пинчер – это задиристые собаки. Мне интересно, как ваш сел, например, как он относится к другим породам собак? Подпрыгивает и кусает больших собак за нос. Я, конечно, не поддерживаю его такое поведение, потому что большая собака когда-нибудь может ему и ответить. У нас была ситуация, мы перед выходом в ринг напали сначала на русского черного терьера, а потом на Сенбернара. Он у меня просто хам. Он подходит к небольшой собаке. Начинает собачка нюхаться, знакомиться. После этого он берет свои лапы и кладет ее на голову. Хамство, конечно. А ему на голову лапы положить никто не смеет? Он не смеет. Он не позволит. Афин пинчер в буквальном переводе – обезьяний пинчер. Порода действительно очень оригинально выглядит. Очень богатая мимика у этих собак. То есть у них прямо лицо. Да, это заложено природой. Но подчеркивается определенными секретами в грунт. У них вот здесь прямо вот как губки. А вот это не видно, если это не выбривать? Нет. Будет просто все в усах. У них для того, чтобы создать вот эту вот голову, похожую на обезьянку, приходится начесывать. Подожди, дай маме голову. Ну я смотрю, Наталья, вы-то прямо в удовольствии. Да. Чтобы афин пинчер был правильно лохматый, надо прямо поработать вообще над образом. Он должен быть взъерошенная собачка, но при этом она должна приятно выглядеть. Вот посмотрите, какая получилась наша афин пинчера ваша. Боже, черри! Породистый домовенок. Она девочка. Она леди, она моя принцесса. Тебе сейчас тоже... Давай, садись, тебе прическу сделай. В 2017 году проходила выставка «Золотой ошейник». Это шоу чемпионов. И Сева выиграл титул лучшего представителя породы афин пинчера 2017 года. Много косметики требуется? Для своих собак мы выбираем только самое лучшее. Поездка на выставку – это у себя вот такая маленькая сумочка и костюм, а у собаки, извините, у каждой по сумке плюс стол. Бьюти-кейсы просто у вас. Да, да. Вообще, неэкономим мы на собаках. Любые собаки. Нет, да невозможно на них экономить. Это хобби, которое превратилось в любовь и в образ жизни. Слушайте, а вот когда им так вот причесываешь, у них и характер, главное, тут же появляется. Вот укладка делается таким образом, чтобы собака сбоку напоминала обезьяну, стоящую вот так на передних лапках. Как вы считаете, про собак, которые живут в вашем доме, можно сказать, чтобы я так жил? Я так думаю, что да. Для них все условия созданы. Не спят с ней на кровати у каждого свое место. Шампуни дорогие, расчески особенные. Шампуни дорогие, форм самый дорогой она покупает им. То есть все высшего разряда. Но зато они у нее всегда отлично выглядят. Ну что, друзья, сегодня мы узнали очень многое о баффин-пинчерах. Вот такие это собаки с замечательной яркой внешностью и особенным характером. Это все новости из жизни домашних животных на сегодня. Ну и помните, конечно, если друзья и знакомые говорят о ваших питомцах, чтоб я так жил, значит, вы настоящий и любящий хозяин. Всеволод, ты желание выполняешь, как домовенок, а тапки прячешь, Всеволод. Молоко пьешь со стола.